МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бюджет кроит, не шапку шить. Парламент Республики принял бюджет на 2016 год. Куда пойти работать? В Чебоксарах прошел круглый стол по трудоустройству выпускников вузов. Боевой настрой. Чувашские спортсменки рассказали главе Республики, как они готовятся к Кубку России по женской вольной борьбе. В Доме правительства закончила свою работу 33-я сессия Государственного совета Чувашии. Основной вопрос в повестке дням – это утверждение во втором чтении бюджета Республики на 2016 год. Согласно бюджетному кодексу, во втором чтении парламент утверждает расходы казны по статьям. Проект бюджета на 2016 год предлагает расходы 34 миллиарда 327 миллионов рублей. Наибольшая доля расходов в общем объеме. В 2016 году направят на образование 30% или 10 миллиардов 471 миллион. На здравоохранение предусмотрено 6 миллиардов 300 миллионов, а 18% от общего объема расходов. Предусматриваются средства на строительство зданий двух средних общеобразовательных школ, строительство и приобретение зданий под детские и дошкольные учреждения, строительство и реконструкцию объектов спорта. Значительные средства будут направлены на развитие дорожного хозяйства в рамках деятельности Дорожного фонда. В следующем году будет продлен капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий. На эти цели из-за республиканского бюджета будет выделено 80 миллионов рублей. В целом, расходы республиканского бюджета Чувашской республики увеличиваются на 308,5 миллионов рублей. Напомним, после первого чтения в бюджет была внесена одна поправка – изъять сумму из статьи расходов по кредитам на строительство Ледового дворца и перекинуть средства на строительство соцобъектов в новом городе. С этим была не согласна министр финансов. Все объемы, которые предусмотрены были у нас по Ледовому дворцу, они необходимы для погашения кредитных средств, которые были привлечены для совершения строительства данного объекта. Что касается строительства социальных объектов на территории Нового города, это мы понимаем, что необходимо строить. И, соответственно, с учетом наполняемости этих социальных объектов будет принято решение в последующем. Сегодня к обсуждению темы вернулись вновь. Законопроект прошел все необходимые комитеты к рассмотренным все поправки и поступившим предложения. По итогам работы нашего комитета и других комитетов на рассмотрение сессии вынесена одна товарища поправок, рекомендованных комитетам к отклонению. Доходы бюджета запланированы в размере 32 миллиарда 104 миллиона. В прогнозе учтены основные показатели менее благоприятного сценария развития экономики республики. В структуре доходов бюджета основная доля – собственные доходы 69%. 30% казны – безвозмездные поступления. В 2016 году прогнозируется рост собственных доходов на 5%. Среди налоговых доходов Минфин Чувашия рассчитывает на налоги на прибыль, на доходы физлиц и на имущество, а также на акцизы по подакцизным товарам. Кроме того, в 2016 году возможны доходы от реализации инвестпроектов крупных предприятий республики. Они позволят обеспечить среднегодовую выручку 240 миллионов рублей и создать 190 новых рабочих мест. Бюджетная эффективность инвестиционных проектов оценивается почти в 400 миллионов рублей. Мы категорически не согласны с внесенным проектом бюджета на 2016 год по сразу нескольким основаниям. Во-первых, идет сокращение по всем основным статьям и все надежды Министерства финансов лишь на федеральный бюджет. Есть очень хорошие позитивные сигналы как со стороны промышленности, так и от других отраслей, обрабатывающих, сельского хозяйства. И здесь, конечно же, Чувашии, нам, Чувашии, надо очень активно включаться в этот процесс. И мы говорим, так же, как и говорили 4 года назад, для этого, конечно же, надо иметь реальный бюджет развития, надо наращивать инвестиционную активность в регионе. Каждую статью документа депутаты принимали отдельно. В итоге парламентарии одобрили бюджет на 2016 год во втором чтении. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика. Куда пойти работать? Этот вопрос наиболее актуален для выпускников вузов. Тысячи молодых специалистов ежегодно сталкиваются с проблемой трудоустройства. Легко ли в республике найти работу по специальности? И какие меры в этом направлении предпринимаются правительством? Смотрите в нашем сюжете. Разработка устройств релейной защиты – то, чем занимается Андрей Белянин. В исследовательском центре Брест Лерон работает еще со студенческих времен. Сначала проходил практику, а потом попал в штат. В ЧГУ получил знания по специальности релейная защита и автоматизации электроэнергетических систем. Многие преподаватели кафедры – сотрудники профильных предприятий. Мне, можно сказать, что посчастливилось, что я попал на это предприятие с первого курса. Постепенно проходил какие-то обучения, какие-то практики, курсы небольшие. Что впоследствии мне помогло и с точки зрения работы производственной, можно сказать, и работы научной. Работа здесь позволяет мне реализовывать свои амбиции, то есть и по поводу разработки устройств, по поводу реализации своих каких-то научных идей. Андрей постоянно повышает свою квалификацию. Совсем недавно получил ученую степень кандидата технических наук. В свои 25 он один из создателей устройства релейной защиты при однофазных замыканиях на землю. Разработка заняла около трех лет. Сейчас ее используют ведущие энергетические предприятия. Это первое устройство, которое позволило записать осциллограммы реальных замыканий на землю с высокой разрешающей способностью. В нем заложен волновой принцип защиты от замыканий на землю, который ранее не был реализован на базе микропроцессорного устройства. Молодых специалистов в исследовательском центре немало и каждый год приходят новые. Более половины сотрудников моложе 35 лет. Брестлер тесно сотрудничает с ЧГУ. Сейчас в компании трудится около 40 студентов, которые в будущем станут востребованными профессионалами. Надо популяризировать вот такую форму обучения. В чем она заключается? В том, что студенты, начиная с второго или даже с первого курса, уже имеют практику на ведущих предприятиях республики. И к окончанию бакалавра или магистрской ступени обучения, они выходят полностью готовыми специалистами. В этом основной плюс и в этом основной достоинство инженерного образования. Любое предприятие заинтересовано получить готового специалиста. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика. О готовности предприятий Чувашии трудоустроить молодых специалистов, а также о проблемах профессионального образования, говорили участники круглого стола в Чувашском госуниверситете. С каждым годом молодых специалистов, которые испытывают проблемы в трудоустройстве, становится все меньше. Это говорит о качестве подготовки кадров, отметил министр труда Чувашии Сергей Димитриев. Хотя проблемы все же имеются. Отсутствие опыта работы по специальности, незнаний рынка труда и несоответствия требованиям работодателей. По последнему пункту ситуация улучшается. Многие профильные предприятия республики успешно сотрудничают с учебными заведениями. Такие как промтрактор, бреслер и другие. В их стенах студенты получают необходимые навыки уже с первых курсов. Я абсолютно уверен в том, что молодые люди, выпускники данного университета, других учебных заведений, ориентируясь правильно на рынок труда, от спроса и предложения, выберут правильную профессию и они обязательно самореализуются. Вот это главные ключевые факторы. Регулированием вопроса трудоустройства выпускников должны заниматься все заинтересованные структуры, резюмировал Михаил Игнатьев. Финансисты могут вздохнуть с облегчением. Международное агентство Moody's повысило прогноз кредитного рейтинга России. Своё место в рейтинге подтвердила и Чувашия. По международной шкале в иностранной и национальной валюте республика вышла на уровень надёжных в долгосрочной перспективе. По национальной шкале поднялась ещё выше. Надёжная с обязательствами высокого качества. Наличие таких рейтингов позволяет региону проводить эффективную долговую политику и повышать инвестиционную привлекательность. Чувашская республика на уровне ABA3 по международной шкале оценки Moody's. Я считаю, это высокая оценка надёжности и инвестиционной привлекательности республики Чувашия. Надо отдать должное, что республика проводит очень взвешенную финансовую политику. И кредитный рейтинг, он как раз даёт сигнал инвесторам о том, что республика выполняет свои обязательства полностью и в срок. Когда той или иной территории даже и наш главной банк выделяет какие-то ресурсы, естественно, он смотрит, каков рейтинг той территории, на которой мы работаем. Потому что ведь мы банки, как зеркало, отражаем экономику той территории, где мы работаем. И поэтому, если рейтинг территории в целом высокий и нормальный, то, конечно, и главной банк будет спокойно выделять нам кредитные ресурсы для того, чтобы мы прокредитовали предприятия, находящиеся на этой территории. Рейтинг на уровне России, на хорошем достаточно уровне, позволяет финансовым рынкам более спокойно прогнозировать состояние этих рынков, возможность получать деньги на более выгодных для себя условиях. То есть в целом для финансистов важна именно стабильность, чтобы можно было составлять и бизнес-планы, и как-то рассчитывать свой семейный бюджет, если мы говорим о семье, спокойнее пользоваться кредитными ресурсами и развивать свое домашнее хозяйство. Под занавес уходящего года депутаты Чебоксарского городского собрания уточнили бюджет 2015. Для шестого созыва эта процедура прошла впервые. Несмотря ни на что, бюджет нынешнего года чебоксарские депутаты скорректировали в сторону увеличения. Бюджет города Чебоксары на 2015 год увеличивается по доходам в общей сальдированной сумме на 170 миллионов рублей, в том числе за счет увеличения безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в сумме 557 миллионов и уменьшаются собственные доходы в сумме 387 миллионов. Размер дефицита бюджетов при этом увеличивается на 71,7 миллиона рублей. Бюджет документ непростой и закону сообщающихся сосудов не подчиняется. В казне так. Раз сократились собственные доходы, придется сокращать и расходы. 33 миллиона недополучат стадион Олимпийский на реконструкцию. На 94 миллиона сократили расходы на реконструкцию Центра Олимпийской подготовки по биатлону. На 129 миллионов на строительство Центра Маунтинбайка. Впрочем, статьи, по которым расходы увеличатся, тоже есть. 1 миллион 364 тысячи направят на монтаж хоккейных коробок. 7 миллионов на культурные мероприятия. 1 миллион на разработку проекта реконструкции тренировочной площадки стадиона «Спартак». Также затягивание поясов не коснется адресной инвестиционной программы по строительству детских садов. С учетом носимых изменений, параметры бюджета города Чебоксары составят по доходам 8 миллиардов 443,6 миллиона рублей, по расходам 8 миллиардов 868,7 миллиона рублей, дефицит 425,1 миллиона рублей. Впереди обсуждение бюджета на 2016 год. Его примут в конце декабря. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. В Чебоксарах полицейские задержали группу подростков, которые подозреваются в серии краш из магазинов. Сотрудники полиции располагают доказательствами причастности несовершеннолетних к 8 фактам краш из торговых точек Чебоксар и районов республики. Факты краш стали регистрироваться в конце ноября. В ночное время молодые люди взламывали пластиковые двери, врывались в помещение и за 1-2 минуты выносили ящики кассовых аппаратов, дорогой алкоголь и сигареты. Злоумышленникам удавалось скрыться до приезда охранников. Сотрудники полиции опознали одного из преступников. 17-летний подросток ранее был судим и освободился из колонии в сентябре нынешнего года. За ним и его возможными сообщниками 16-17 лет было установлено наблюдение и после совершения очередной кражи в Шумерлинском районе группа была задержана. Там оперативники изъяли часть похищенного из нескольких магазинов. Сумма ущерба, причиненная злоумышленниками, владельцам торговых учреждений, составляет порядка 70 тысяч рублей. По фактам краж возбуждено уголовное дело. Жители республики от имени различных компаний регулярно получают извещение, что им необходимо установить в квартирах газовые счетчики. Вот такие листовки уведомляют, что некая компания, которая называет себя газовая служба Чебоксары, объявляет о начале проведения плановых работ по установке квартирных газовых счетчиков. Притом установка будет проводиться по новогодней акции со скидкой в 500 рублей. В Газпроме же регион газ Чебоксары заявляют, что установка газовых счетчиков не обязательно, если в квартире находится только плита для приготовления пищи. В конце 2014 года закон об этом подписал президент России Владимир Путин. Но услуги по установке счетчиков некие предприимчивые люди продолжают навязывать. И это уже похоже на мошенничество. Появились компании, которые занимаются установкой злоучетов. Одним из руководителей я встречался, я его предупредил лично, что от имени Газпрома газовая Чебоксары не надо работать. Они представляют газовики. А наш народ, с одной стороны, очень добрый, хороший, доверчивый. Гражданин, который имеет оборудование для использования природных газов, если он потребляет менее 2 км в час, по-другому я говорю, если у него только газовая плита, не обязательно установка злоучета. Что вы поняли? И будьте внимательны с этими компаниями. В эту пятницу в Чебоксарах разыграют медали престижных соревнований по женской вольной борьбе. В республике они пройдут уже в третий раз. В этом году с наградой сразятся сильнейшие спортсменки из разных регионов и стран. С представительницами Чувашской сборной сегодня встретился глава республики Михаил Игнатьев. Эти девушки хрупкие только на вид. За их плечами победы в чемпионатах Европы и мира. В этом году под Чувашским флагом на Кубке России по вольной борьбе в столице республики выступят лучшие из лучших. В состав национальной сборной вошли 8 спортсменок. Для нас, борцов России, это праздник большой, потому что и такой фонд не отметить тоже нельзя. Все обращают внимание, что большой фонд за счет этого и иностранные соперники подтягиваются с большим желанием, приезжают. Хочется сказать большое спасибо, что вы организуете вот такой праздник борьбы для нас. Они настроены только на победу. Девушки уверены, что родные стены им помогут, но все-таки готовятся к предстоящему турниру усердно. Дневной график расписан буквально по минутам, тренировки продолжаются с утра и до вечера. Причем девушки сейчас соблюдают строжайшую диету. Им кушать нельзя, им надо вес гонять, поэтому концерты не кушают, доказывается. Благодаря этим девушкам знает про Чувашскую республику Россию, боятся их не только российские, но и боятся американцы. Они знают их все коренные приемы, изучают их. Я с Канавского района. У нас было только два вида спорта. Это легкая атлетика и, конечно же, борьба. Но легкая атлетика мне не особо задалась. Я пошла на борьбу, потому что на борьбу мы с сестрой вместе ходили. Везде вместе, после учебы, домой, дома, работаешь, все дела, которые надо сделать обязательно. Каждый день так, пока не поступил в училище, а не пискозево. Туда я поступил тоже в восьмом классе. Своими главными конкурентами они называют только бурятов. На прошлогоднем чемпионате страны борцы из этого региона завоевали четыре медали. В этот раз на соревнования в Чебоксары могут приехать и спортсменки из других стран. Организаторы обещают грандиозное шоу. Разогревать болельщиков будет популярная группа Бонни-М. Призовой фон превысит 7 миллионов рублей. Это дополнительный стимул, допустим, для вас. Это, как сказать, подарок со стороны федерации. Там ни одного рубля в призовом фонде бюджетного нет. Кроме призового фонда еще надо провести определенные расходы по размещению, по условиям, по питанию. Это тоже за счет спонсоров. И мы рассчитываем, что это мероприятие будет самым лучшим мероприятием календарного года. 10 декабря в Ледовом дворце в 10 часов утра начнутся соревнования. Вход всем желающим посмотреть на вольную борьбу бесплатно. Второй день тоже бесплатный вход. Начало 10 часов. Будут бороться за третье и четвертое места. Финальная часть начнется в 5 часов. Они должны показать пример молодым. Сейчас в республике женской вольной борьбой занимаются более 300 спортсменов. Каждый год появляются новые имена. У нас 18 членов сбора команды Российской Федерации. Думаю, по итогам 2015 года не станет меньше. Потому что вольная борьба у нас базовый вид спорта. И мы должны и обязаны развивать. В следующем году республику могут включить международный календарный план по проведению подобных турниров. Все зависит от того, насколько масштабно пройдет в Чебоксарах Кубок Страны. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Таким был этот вторник. Глазами корреспондентов национального телевидения Чуваши. Ольга Панова с вами прощается. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова